Надо сказать им, что он живой! Так они не поверят! Но ты же поверил! Ты же поверил! Он живой! Ты же поверил! Номер пять! Номер пять! Ты что ли? Привет! Вот и я! А я без тебя Уже соскучился Нам не надо теперь Прятаться Мне не хватает информации Нужно пообщаться У меня есть вопросы, сомнения Женщину вынули Автомат засунули Здравствуйте! Вы позвонили в Почту России Какой у вас вопрос? Мы рады видеть вас Скоро вы станете абсолютно счастливы Я бы хотел Я бы хотел сообщить О преступлении сотрудников Почтового отделения 410-010 Если вы хотите Оставить отзыв Или благодарность Скажите статус Если хотите узнать Статус ранее Оставленного обращения Женщину вынули Автомат засунули Переключи на оператора Ответ оператора Может занять длительное время Оставить жалобу Или благодарность Для ожидания в очереди Вы можете В мобильном приложении В разделе Еще Или на сайте Почта Точка Ру В разделе Электронные обращения Вам еще нужна помощь В оформлении обращения Скажите Да или нет Мне нужен оператор Перевожу вас на оператора Пожалуйста После завершения разговора Оцените качество консультации Оставаясь на линии Вы даете согласие На сбор, хранение И обработку персональных данных В рамках федерального закона Номер 152 Разговор может быть записан Вертер 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 Почта России Сергей Здравствуйте Здравствуйте Еще раз Кто мне ответил Кто мне ответил Почта России Сергей Здравствуйте Здравствуйте Чем я могу вам помочь Вы меня слышите Привет Вертер Я вас слышу Но у вас там постоянно Что-то трещит На последнем этапе Планетарной трагедии Роботы проявили Страшное коварство Они создали Зов Такое Жуткое Чарующее Сочетание Звуков Услышав Которые Даже самые Сильные Теряли волю И покорно Шли на пункты Где их превращали В счастливых Бессмысленных Самодовольных Существ Вы связь Можете наладить Нормально Вы связь можете наладить нормально Да Приносим изменения Ведутся работы И как мы будем разговаривать Вы будете счастливыми Мы сделаем вас счастливыми Я вас слышу четко и ясно Можете говорить Хорошо Хорошо Тогда записывайте Алло Алло Я могу к вам обращаться Обращаться можете по имени Татьяна Женщина Вы можете записывать А я И сейчас Пишу Вы живой человек Вы живой человек Вы живой человек Я не слышу ответа Мне нельзя Нельзя Я на службе Да Я живой человек Ну не похоже По голосу Вы не слышите? По голосу Не похоже Что вы живой человек Кто мне отвечает? Ты существуешь? То есть Меня зовут Сергей Почта России Чем я могу вам помочь? Кто там? Да никто Вы меня слышите? Это я Почтальон Печки Принес заметку Про вашего мальчика Кто там? Я-то вас слышу Ну что у вас там трещит? Вы биоробот? Я биоробот И меня еще никто так не оскорблял Можете меня переключить на живого человека? Нет. Почему? Я живой человек. Вы шутите? Разве я похож на шутника? А, 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 а! Я живой человек, я вас умею. Внутри ты машина, да? А снаружи как человек. Да не похожи вы на живой человек. А, а, а! А позвольте узнать причину, почему вы думаете, что я работаю? Ну потому что там трещит у вас что-то, что-то у вас там не в порядке, контакты какие-то. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я всего-навсего скромный вертер. И голос у вас механический, а не живой. Не удивляйтесь, так вошел в образ, что ему понадобится не меньше, чем две недели, пока он забудет, что он вертер. Из очень древнего рода. А, 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 а! А, а! А, а! Живая ткань на металлическом скелете. С ума сойти! Хорошо, приму как это комплимент. Уточните, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Да хотелось бы, чтобы вы связь наладили, чтобы не трещало там ничего. Все для счастья живого. Вы хотите быть счастливыми? Вопрос, конечно. Еще бы! Хорошо, записывайте номера регистрируемых почтовых отправлений, которые мне сегодня в почтовом отделении 410-010 при предъявлении паспорта не выдали. Записывайте. А я и сейчас пишу. То есть вы обращаетесь как юрлица или физическая? Ваш инвентарный номер. Я обращаюсь как живой человек. Поздравляю вас. Женщина Татьяна, я вам представилась. Очень жаль, что мне приходится верить вам на слово. А вы физическое лицо или юридическое? Что там? Это вы физическое лицо, потому что вы должностное лицо. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Моя живая женщина Татьяна. Ты не преувеличиваешь? Это становится уже интересно. А, 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 а. Нет, я обращаюсь как бы. Не юридическое, а я помню, физическое или юридическое. Ну и бюрократ же ты, Вердер. Вы биоробот или живой человек? Вы вообще-то родную речь понимаете или нет? Потомки нам этого не простят. Чем я хуже Коли? Вот возьму и уеду. Если я вас не устраиваю, можете перезвонить. Ответит другой специалист. Ну почему бы мне на самом деле не бросить работу? Мне положительно пора на свалку. Асталависта бэби. Здорово, видишь, получается. Нон проблем. Переключите на другого специалиста. Я вам говорю, что я живая женщина. Я живая женщина, Татьяна. Почему вы спрашиваете меня о том, что я физическое или юридическое лицо? Кто там? Да никто! У вас что, третьего не дано, только физическое и юридическое лицо? Третьего не бывает? Нужно уточнить. Что нужно уточнить? Нет, нужно уточнить, вы физическое или... Так как юридическое лицо, мы не сможем консультировать. А физическое можем. Кто там? Да никто! А кроме физического лица у вас еще есть какие-то субъекты права? Я не слышу ответа. Какие субъекты права вы еще знаете? К сожалению, я выможен завершить разговор по техническим причинам. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление и пусть отправляет меня на отдых. По техническим причинам. Нет моих больше сил так работать. Всего доброго, до свидания. А вы уверены, что это трагедия? Ну разумеется, Вертер. Не по-русски. Пожалуйста, оцените качество работы нашего специалиста, ответив на несколько вопросов. Оцените общее впечатление от полученной консультации с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Оцените желание помочь сотрудника в решении вашего вопроса с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Оцените профессионализм и компетентность сотрудника с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Оцените доброжелательность сотрудника с помощью кнопок телефона от 1 до 5, где 5. Максимальная оценка. Слушай, ну в следующий раз элементарная проверка на осознанность. Значит, говоришь, ты живой. А что ты можешь сказать об этом? Ответьте на вопрос. А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? Они знают всё. Ещё вопрос. А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? А как зовут вашего отца? Ну, такие это. Часто смеётесь? Блин, ну, это проверка на сообразительность была. Ну, что ты, ну, вот надо было его подвощать в какую-то страну. Я вот, у меня такое, я сначала сомнения были, живой это человек или робот. Слушай, как мы, люди, говорим. Никакого чувства юмора. Научись себя вести. Ты посмотри на себя. Ходишь, как какой-то у**. Улыбайся хоть иногда. Улыбаться? Да. Ты знаешь, что такое улыбка? Смотри. Видишь того парня? Он улыбается. Выбор движения. Анализ. Молодец. Надо только немного перед зеркалом потренироваться. Сначала думал робот. Потом думал, не, ну, походу какой-то тормоз, ну, это, живой человек, но тормоз какой-то. Потом думал, не может человек так тормозить-то и такие типичные вопросы постоянно задавать. А вы можете чему-нибудь научиться, что не заложено в программе? Можете стать, как бы, людьми, а не просто роботом? Теперь я понял, почему вы плачете. Но я никогда не научусь. Потом я пришел к третьему выводу, что это искусственный интеллект. А потом я вообще засомневался. У меня как бы тройственное вообще ощущение возникло. Вообще что-то непонятное. Какой-то гибрид. Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. А теперь скажи, кто изменил твою программу? Сам. Раньше я был робот, а теперь я ожил. Нет неисправности. Я просто живой. А тебе-то кто это сказал? Я сказал мне. Может быть целый ряд механических причин. Десяток пулей они в тебя влепили. Перегрев. Не угадал. Тебя чуть не убило ударом молнии. А я здоров. Как огурчик. Надо сказать им, что он живой. Как они не поверят? Ну ты же поверил. Убеди теперь своих начальников. Ну что, согласен теперь, что он живой. Я живой-живой. И чувства юмора у робота нет. Я живой? Живой. Правда? А я живой-живой. Ура! Ребятый, живой. Эй, приятель, подумай о других. Поцелуй-ка меня тоже, Стефани. Ой, приятно. Надо сказать им, что он живой. Так они не поверят. Ну ты же поверил. Ты же поверил. Он живой. Ты же поверил. Надо сказать. Он живой. Ты же поверил. Надо сказать. Ты же поверил. Он живой. Он живой. Ты же поверил. Ты же поверил. Ты же поверил. Он живой. Он живой. Ты же поверил. Он живой. Ты же поверил. Он живой. Ты же поверил. Он живой. Надо сказать им, что он живой. Как они не поверят. Ну ты же поверил. А ты не понял? А что я должен был понять? Это для тебя будущее. Вы шутите. Разве я похож на шутника? Ну, иди. Иди. Раньше я был робот, а теперь я ожил. Нет неисправности. Я просто живой. А тебе-то кто это сказал? Я сказал мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова